Вместо, скажем так, 93-го или какой там, 98-го бензина, давай дистопливо туда хернём, в двигатель. Что мы получим на выходе? Решение Бурлутского. Вот. Ну и что, как они это, отнеслись к твоему лучу? Ну, сказал, приходите ещё только без видео, пожалуйста. Страна умирает откровенно, прямо, невзирая на лица. Ушиб всей бабушки называется. Это просто шедевр мысли. Ребятки-то весёлые в царстве тьмы-то. Дурак – это главный персонаж действующей власти. У нас Советский Союз рухнул вот из-за таких дураков. Мы в говне почему живём? Да вот мы из-за этого и живём. Имитация государственной деятельности. Некомпетентность. Она единственное, чего стыдиться, что ты про неё выложишь информацию в Ютубе. Потому маску я надела. Она, по сути, хотела откупиться от меня двумя скрепками. Кто устроил этот бардак и сразь? Так вот эта вся, вот она. Вот это всё. Хоть как-то навести элементарный порядок. А потом они начинают все кувыркаться. Я также безоплатно торжусь. А они за плату. И хорошую плату. Что делать? Они закрываются, они прячутся. Они боятся. А он не только закон обходит, всё обходит. Как он не относится? Да вот так. Я уже знаю, что это договор, это фуфло. Вот этот Буруцкий, да он разболтанный. Это стыдовушка, стыд и срам. Ведёт себя как пацан из подворотни. Это не правосудие. Им надо было показать хоть какую-то видимость правосудия. Правосудие так осуществлять нельзя. Они получили смех и хохот. Колхозное собрание он здесь устроил? Или это суд? Ты-то действуешь в соответствии с законом? А он что творит? Что он делает? Он ещё больше бардака наводит. Он просто перелистал. Так слушай, парень, а ты не попутал малость? Ведь он создаёт правовую помойку. Что должен сделать судья? Парню надо подать заявление, пойти в отставку. Сил на них. Ой, а там не только луч света. Я им там ушиб всей бабушке называется. А, ну и что, как они это отнеслись к твоему лучу? Ну, сказал, приходите ещё только без видео, пожалуйста. Не, я сидел, хохотал, ребятам уже показывал. Это просто шедевр мысли. Что, не предложение? Я так понимаю, что там ребятки-то весёлые. В царстве тьмы-то. Ты знаешь, каждый раз одно и то же. Так называемый новоявленный чиновник, который думаешь, который не один год работает, у него там опыт колоссальный за спиной. И вот он думает, сейчас придёт какой-то Булгаков, и он его расклепает только так, в два слова. А получается всё наоборот. Ну да, на берегу реки манька дыла корову, в реке оторжалась наоборот. У меня уже несколько таких видео, разговоров с чиновниками. Сами заводят разговор, а потом говорят, всё-всё-всё, я занят, отстаньте от меня, мне некогда разговаривать. И мозг за мозгу. Антон, дурь. Вот, ещё раз, дурак – это главный персонаж действующей власти. Именно там они кучкуются. Я постоянно об этом говорю. Потому что в другом месте, на другом месте они ничего делать не могут, Антон. Они в другом месте ни на что не способны. Вот они все. У нас Советский Союз рухнул вот из-за таких дураков. Вот из-за таких дураков рухнула огромная страна. Из-за вот таких дураков. И мы должны об этом говорить. Прямо, честно. Ну и что будем делать-то? Что нужно делать? Вот я тоже самое хотел спросить, что делать-то дальше. А, а что у меня хотелось спросить? Ну да. Есть смысл обжаловать в апелляцию или новый иск загонять? Обязательно есть. Еще раз, Антон, я тебе попытаюсь меня услышать. Мы подаем документы для того, чтобы получить полную информацию об уровне дури во всех порах государственной власти. Именно для этого мы туда обращаемся. Мы должны знать о состоянии дел в каждом органе. Вот ты сходил в ГЖИ, ты получил полную достоверную информацию. Мы в говне почему живем? Да вот мы из-за этого и живем. Знаешь, что меня поразило? 272 страницы, я насчитал 13 сообщений о совершенных преступлениях в порядке УПК, Уголовно-процессуальный кодекс. То есть, сообщения о преступлении, по идее ими должны были заниматься прокуратура, следственные комитеты и УМВД. А они из аппарата президента, от губернатора, от уполномоченного по правам человека, от прокуратуры, следственного комитета и полиции, все спустились куда? В ГЖИ. Они их пришили к делу и все. Вот мы как раз про это и должны говорить. В наших роликах мы про это и должны говорить. Извините, ребята, если вы считаете, что орган государственной, мы же говорим, орган государственной власти вот так должен работать, то, извините, это не работа, это называется процессуальный анализм, процессуальное самоудовлетворение, имитация государственной деятельности. Мы об этом должны говорить прямо и открыто, на всех, понимаешь, на всех уровнях. Все органов государственных как таковых нет. Почему? Потому что мы не можем воспринимать, значит, если каждый элемент какой-то системы, он не исполняет возложенную на него функцию, то, собственно говоря, из-за этого и не работает государственный механизм. А мы это как раз и видим. Вот мы вчера пришли, вот вернее, ты пришел вчера в жилищную инспекцию. Зачем ты пришел? Ты пришел для того, чтобы оценить работу одного из элементов государственной системы власти. Что ты там увидел? Ты увидел дурь, глупость, некомпетентность. Я не знаю, как... Ей даже не стыдно того, что она тебе предоставляет. Ей не стыдно того. Она единственная, чего стыдиться, что ты про нее выложишь информацию в Ютубе. Потому маску ей одела. Одела маску. Так а что толку-то? По ее документам видно дурь. По документам. Вот, если, извини, я нормы процессуального права достаточно хорошо знаю, я сразу вычисляю, вот сразу вычисляю дурь. Не надо особых каких-то знаний. Многие думают, какие-то такие особых знания. Ребята, нормы процессуального права сразу указывают на дурь. Сразу ее выявляют. Несколько, вот позаниматься, два, три, полгода позаниматься, месяца, любой человек сможет самостоятельно вычислять дурака в органах государственной власти. Любой. Приемы простые. Она доставит документы, у нее документы не прошиты, не пронумерованы. Правильно? Как ты можешь взаимодействовать с чиновником? Ты же должен опираться на листы дела. Листы дела не пронумерованы, не прошиты, не проверены. Ведь вопрос, вот там ты правильно сказал, а что у вас здесь прозрачными чернилами написано, что ли? Вопрос-то ведь не просто скрепляется. Нет, дело в том, что она это все осознает и в качестве компенсации предлагает две скрепки в подарок. Отлично. Ты понимаешь, она по сути хотела откупиться от меня двумя скрепками этими, казенными скрепками. Две скрепки вместо того, чтобы документы оформить надлежащим образом и продолжить разбирательство с этим. Вопрос-то ведь остался неразрешенным. Абсолютно. Ни одного отказа. Он касается, Антон, он касается твоих прав и обязанностей. Ты скажи, извините, я не могу реализовать ни свои права, ни свои обязанности. На меня возлагаются обязанности чем? Решением общего собрания. Давайте мы поговорим про решение общего собрания. Поднимайте протокол. А ты видел там, я тебе написал, договор управления ссылается на протокол от 4 апреля. А он где? Нету. 16-го года. Нету. Я, Антон, к чему? Нет у них ни одного документа. Кто устроил этот бардак и срач? Так вот это вся, вот она. Вот это все, что перед нами находится. И они ведь деньги получают. Они хотят хорошо жить. Вот, понимаешь, Антон? Они сейчас задают, а почему мы в таком говне? Да потому что вы не работаете. Вот я всегда пример привожу. Ну, если вот у меня ребята занимаются какими-то работами, плотницкими там, ну любые. Мы приходим в магазин покупать инструмент. Инструмент, он должен обладать определенными характеристиками. Правильно? Ну да. Правильно. Мы покупаем инструмент с определенными характеристиками. Перед нами органы власти. Это тоже инструмент. Вот ты пришел в суд, это перед тобой инструмент. Какой инструмент? Да он разболтанный. Вот этот бурлутский, это один из элементов, разболтанный элемент судебной системы. Разболтанный. Как ты можешь получить от инструмента, в котором элементы разболтаны, они не работают надлежащим образом. Как ты можешь получить хороший результат? Ты ездишь на машине, в двигателе какие-то, ну, подшипник не работает, какой-то узел не работает. Будет ли работать машина надлежащим образом? Нет. А они нам это демонстрируют и говорят, ой, ребятки, ой, чего ой-то, чего ой, не работает ничего. Ты заметил, что отсутствует акт от 3 февраля, то есть Матюшенко не успел им донести? Заметил. Заметил. И речь-то идет, и я вот смотрел, я внимательно прочитал этот самый протокол фиксации хода судебного разбирательства. Там, я вот смотрел, Бурлутский, это стыдобушка, это стыд и срам. Федеральный судья ведет себя как пацан из подворотни, сопливый, который не понимает, что он творит. Он не может руководить своими действиями. Если он не понимает, что творит, не может руководить своими действиями. Как он может осуществлять правосудие, Антон? И то, что он продемонстрировал, это не правосудие. Это не правосудие. Это называется процессуальный анализм. Потому что правосудие совершенно по-другому ведется. То вот истца, возражения, ответчика, чем подтверждаются исследования, вопросы. А у вас просто там, он не сам не руководит процессом, ни вам не дает, ни тебе не дает вести процесс. А тут дурака включает. То есть я вообще смотрел, два дурака, ну ты, тебе документы дали, ты там тоже что-то пытаешься. Ну, в принципе-то получается три человека и никакой связи. С рассмотрением-то дела нет никакой связи, Антон. Как можно получать результат от хаотичных действий? Как можно получать результат от хаотичных действий? Ну, ты знаешь, прогресс все равно есть. Мне впервые протокол предоставили письменный. Причем на электронные почты после рабочего дня. Ну, это хорошо. То есть Бурлотский там однозначно навел кипиш, я предполагаю, что он сказал, что типа отложите все дела, займитесь вот этим протоколом, чтобы у него это было. И обрати внимание, они вчерашним числом подписали. Я прямо спросил ее, когда там позавчера был я у нее, я говорю, а каким числом будет подписанным? Сегодняшним? Она говорит, да. Я пытаюсь испорченный подшипник подкрутить, ну, гайку в автомобиле открученную закрутить обратно, чтобы хоть как-то поехала машина. Совершенно верно. Ты пытаешься хоть как-то наладить работу государственного механизма. А вот в этом-то и заключается действие любого гражданина на территории страны. Хоть как-то навести элементарный порядок. И чем больше таких людей будет на территории страны, тем быстрее начнутся позитивные изменения. Ведь вопрос не, как многие говорят. Многие говорят, что речь идет о, как они, либерастической так называемой идее. Для дела не в либерастической идее, а дело в отсутствии действующего и действенного механизма государственной власти, в котором каждый элемент системы работает надлежащим образом, разрешает те задачи. И вот я тебе сразу скажу, как только начнутся элементарные... Мы с постоянно здесь участниками нашего движения эти вопросы обсуждали. Мы сочинем эти Аллатова, все под... Вот кто-то звонит. Угу, отклонен. Если, вот смотри, я разговаривал тут... У меня ребята еще и строительством там занимаются, Андрей Твиктор. Если на входе, перед обработкой, принести вместо деталей хорошего качества, либо, ну, приведем машину, вместо, скажем так, 93-го или какой там, 98-го бензина, давай дистопливо туда хернем в двигатель. Что мы получим на выходе? Решение Бурлутского. Вот. Вот оно. Если, извините, на входе исковое заявление, мы же про это ему написали, этот вот. Если на входе мы подаем исковое заявление, и оно должно соответствовать требованиям закона, так почему Бурлутский-то его принимает? Почему он его принимает? А потом они начинают все кувыркаться. Ох, ёппер СТ, у нас что-то говно какое-то получается. Потому что на входе исковое заявление ты принял несоответствующие требованиям закона. Куда дальше-то идти? Уже на этом этапе должен остановиться. Куда ты дальше-то побежал? Им надо было показать хоть какую-то видимость правосудия? Они показали, они показали, как нельзя осуществлять правосудие в настоящее время. Они показали, нельзя так. В современной стране правосудие так осуществлять нельзя. Они тебе продемонстрировали, как нельзя осуществлять правосудие. Я правильно понимаю? Ну да, они надеялись на другой результат. Ну они надеетесь на другой результат. А получили результат тот, который получили. Они получили смех и хохот. В этом виноват ты, что ли, что смех и хохот? Это же, извините, меня коснулось. Я очень внимательно отношусь к тем ошибкам, которых мне говорят. Я в первую очередь всегда разбираюсь со своими ошибками. И когда мне люди говорят, я их благодарю за то, что они указали на какие-то недостатки на моей работе. Это позволяет навести порядок. И ты сам чувствуешь, что я очень жестко отношусь к оформлению документов. Да. А здесь что? Здесь-то что? Я-то работаю, Антон. Я работаю бесплатно. Я занимаюсь общественным движением с 11-го года. Уже 10 лет. Я также безоплатно тружусь. Всем помогаю. Тоже безоплатно. А они за плату. И хорошую плату. И они вместо того, чтобы... Вот понимаешь? Вместо того, чтобы наводить порядок. Наводить вот эти мосты, контакты с людьми, которые заинтересованы. Они что делают? Они закрываются, они прячутся. Они боятся. Боятся чего? Научиться делать, работать правильно, грамотно. Они этого боятся. Так, что нам с тобой нужно сделать? Так, ты второй протокол уже отправил, нет? Да, вчера и первый, и второй отправил. Отлично. Сейчас надо контролировать, что они там, результат какой. Приняли, не приняли, зарегистрировали, не зарегистрировали. Зарегистрировали, направили на суде, а вот попали ли они в материалы дела, или не завернул ли он их обратно? Вот это проконтролирую. Отлично. Есть предложение по Бурлутскому направить жалобу в квалификационную коллегию судей. Я писал множество, ни одна из моих жалоб не сработала. Может, знаний не хватило. Сейчас мы будем по-другому писать. Будем писать про то, что он ненадлежащим образом осуществляет правосудие. И это ненадлежащее. Это брак в работе квалификационной коллегии судей. То есть, мы пишем заявление о выявлении брака в работе квалификационной коллегии судей. Какую там у вас, я не знаю. Хмау Югры. Смотри, я когда увидел его письменный протокол, я даже не читал, я просто посмотрел на количество страниц. У него 11 страниц, у меня 32 страницы. То есть, две третьих он куда-то выкинул из заседания. Совершенно верно. Вопрос. А если он начинает оглашать заявление об отводе, почему он это заявление не огласил в полном объеме? Невыгодно. А я тебе даже больше скажу. Он не знает, что такое обстоятельства. И не знает, что такое обстоятельства. Он не знает, что такое действие, что такое обстоятельства. Он этого не знает. Он не знает элементарных вещей, он выносит определение и говорит такую чушь, которую человек знает, сразу скажет, что человек с головой не все в порядке, ты ему говоришь о совершении действий в обход закона, а это как раз действие, это же обстоятельство. А он не только закон обходит, он и отвод обходит, и ходатайство обходит, и протокол обходит, все обходит. Он вообще все обходит. И вопрос грубейшего нарушения норм процессуального права, грубейших. Слушай, может он не знает... Говоришь про протокол, он обязан был вынести этот вопрос на обсуждение сторон по протоколу, общее собрание, выслушать твои доводы, выслушать возражения ответчика, вынести определение по этому вопросу, а он что? Ни одного письменного определения в материалах дела нет. А здесь не нужно письменное определение. Здесь не нужно письменное определение. Определение в протокольной форме. Но определение в протокольной форме подчиняется требованию пункта с 4 по 6 части 1 статьи 225. А именно вопрос о том, является ли протокол обсуждения, вот это вопрос, связанный с, значит, так надо сформулировать четко, связанный с протоколом, он же говорит, что это не является... Не относится вообще к существу дела. А как не относится? Как не относится? Если полномочия управляющей компании проистекают из решения собственников, как он не относится? А вот так. Нет, еще раз. Пусть вынесет определение, потому что определение мы праве обжаловать. А отсутствие определения лишает нас возможности его обжаловать. Я правильно понимаю? Да. Ну? Так а перед нами что? Колхозное собрание он здесь устроил? Или это суд? Если суд, доводы истца относительно представленного протокола, а они основаны на том, что... Ты-то ведь почему на протокол ссылаешься? Ты говоришь о том, что в протоколе отсутствует сведения о собственниках, из чего следует, что собственники не наделили управляющую организацию полномочиями. Правильно я понимаю или нет? Да, да, да. Отлично. Ты действуешь в точном соответствии со статьей 196 Гражданского процессуального кодекса. Ты говоришь, ты оцениваешь доказательства, в данном случае протокол, да? Говоришь о том, что в протоколе отсутствует сведения о собственниках, которые участвовали в этом общем собрании. И делаешь вывод о том, что собственники, управляющую компанию полномочиями не наделили. То есть ты говоришь об отсутствии права отношений в полном объеме 196 статья, часть первая. И ссылаешься на нормы права. Ты-то действуешь в соответствии с законом, а они что вытворяют? А они что вытворяют? Вот этот Бурлутский, процессуальная на***ть. Вот это чудо сидит там Матюшенко, невежда. Ну, это, Матюшенко-то хрен с ним, он д**к д**ком. А они все вот это там, значит, в управляющих компаниях. Почему? Потому что вот такие как Бурлутский. То есть судебный орган власти, это правоприменительный, он определяет, какой части механизма происходит сбой. То есть я правильно понимаю или нет? Ну да. Вместо того, чтобы определять, в какой части происходит сбой, что он делает? Он еще больше бардака наводит. Ну так, Антон, я это вижу вот таким образом. Нормы процессуального права позволяют проконтролировать работу любого элемента системы. Причем достаточно быстро. Даже не обладая. Вот ты мне документ любой даешь, ты мне прислал этот договор управления, да? Я только первую страничку глянул, мне все сразу стало понятно. Мне дальше не надо смотреть. Я уже знаю, что это договор, это фуфло. Это фуфло. А судья куда смотрит? Я не судья, это быстро считываю. Бурлутский должен вот это считывать 6 секунд. У него, видимо, не было общения. Ты видишь, у меня с разными судьями были общения. Круг достаточно широкий. Когда я начинал, некоторые судьи даже подтрунивали надо мной. Прямо мне говорили. Виктор Владимирович опять какой-то дурь говорит. А после этого приходил. Ну да, так и было. Прямо так и говорили, дурь говорит. Приходил, у меня аудиозапись. Я разбирался, критично относился к тому, что я делаю. Я разбирался с каждым словом своим. Я вот на этой стадии как раз и нахожусь. Меня же это замечание сделало Макаренко. Я говорю, благодарствую, я еще лучше буду учиться. Я слышал это, ты молодец. Именно в этом и заключается. Чем больше людей будет подключаться к правильному. Понимаешь, если коротко. Вот если по-настоящему научиться коротко разбираться с любым вопросом. Например, протокол. Что мы должны с тобой установить? Личности. Вот берем 161 статью, да? ГПК. Часть вторая. Мы должны установить личность каждого собственника, да? Вернее, каждого, кто принимал участие. Сначала не собственника. Кто принимал участие в общем собрании. А второе полномочия. Личность каким образом определяем? Путем установления сведений о документе, подтверждающем личность. Правильно? А полномочия каким образом определяем? Путем проверки сведений о документе, подтверждающем право собственности. Правильно? Либо доверенностью. Вот три документа. Нет. А если сведений нет первого, второго и третьего нету, и что мы можем здесь сказать? Я тебе сразу сказал, вот 160, часть первого, часть второго статьи 162, берешь, раскладываешь, и тебе все понятно. Правильно? Ну да, в отношении меня-то они это все применили, все это истребовали, а не с Матюшенко, не с собственников, ну, как будто и не надо. А это по каждому документу должна быть такая, операция проводится, Антон. По каждому документу, не про тебя конкретно речь идет, а про документы, которые, начинать-то с документов надо, Су-96, оценивает доказательства. Ну, ты сам видел, как он оценивает, пролистал и все. Ну, здесь надо говорить не только о том, что он пролистал, он-то плевать, что пролистал. Вопрос-то не только в том, что он пролистал, он обязан был, во-первых, 181-го статья гражданского процессуального, он обязан огласить, причем огласить те части, которые связаны, части документа, которые связаны с подтверждением, либо, мы же документ оцениваем доказательства, правильно? Устанавливаем обстоятельства, имеющие значение для дела, наличие или отсутствие этих обстоятельств. Подтверждаются они документами или нет? Так мы в судебном процессе это должны были сделать. А он что творит? Он просто перолистал, умник такой, я перолистал тут, и я тут что-то буду здесь. Минутку. Это что у нас? Такое руководство процессом? Так, слушай, парень, а ты не попутал малость? Деньги-то ты полностью получаешь за свою вот такую деятельность? За такое вот публичное анахерение? Деньги-то, наверное, полностью получает, а? Мурлутский-то? Как его по имени-то отчеству? Игорь Викторович. Вот, Игорь Викторович, вы публично-то анахерите бесплатно или как? Мы же на публике находимся. У нас же открытый судебный процесс, который вправе размещать граждане, граждане вправе знать, что происходит у нас в судебной системе. А в судебной системе у нас, это не судебная система, один из элементов... Игорь, как его больше забыл? Викторович. Викторович, Игорь Викторович, один из элементов судебной системы дает сбой. Он не знает, что такое осуществление правосудия. Он не знает последовательность совершения действий. Он поднимает документ, и документ должен быть исследован в порядке статьи 67. А он этого не делает. А о чем тогда идет речь? Парню надо подать заявление, пойти в отставку. Его нельзя допускать для осуществления правосудия. Ведь он создает правовую помойку, правовую неопределенность. Мы приходим в суд, одна сторона говорит, что вот есть протокол общего собрания, в котором отсутствуют собственники помещений. Что свидетельствует о том, что собственники помещений в общем собрании участия не принимали. А раз они не принимали, то мы вправе сделать вывод о том, что собственники, управляющие компанией, полномочиями не наделили. Что должен сделать судья в этих условиях? Вынести вопрос на обсуждение сторон. И предложить ответчику, что сделать? Поднять этот протокол и представить свои возражения. Сказать, уважаемый, как его там, Матюшенко? Уважаемый Матюшенко, естественно, говорит, что тут отсутствует сведения о собственниках. Что вы по этому поводу можете пояснить? Есть в протоколе сведения о собственниках или нет? Чем подтверждается факт того, что собственники принимали решение? Какими документами подтверждается право собственности? Вот как должен был действовать наш прекрасный судья Буруцкий Игорь Викторович. А вместо этого он вопрос снимает и всячески затыкает мне рот и не дает слова сказать. Вместо правовой определенности, вместо, мы же должны, у нас-то мы в суд приходим для чего? Для того, чтобы была правовая определенность в этих, в любых вопросах. Правильно? Но ведь правовая неопределенность в связи с действием Буруцкого не снята. Правовая неопределенность не снята. Да, вопрос не был вынесен на обсуждение от сторон и по нему не вынесено определение судьи. Определение судьи вносит в разрешение вопросов правовых, да? Определенность. У нас только судья вправе давать оценку и выносить. А он нас лишает возможности ознакомиться с его определением. О каком правовом разрешении вопросов может идти речь в данном случае? Слушай, я хотел спросить вообще на будущее, есть смысл этим заниматься? Потому что результат мы достигнем какой-то или мы просто будем, не знаю, 5-6 лет на месте топтаться и ничего не добьемся? Давай так, Антон, ты задаешь очень хороший вопрос, честный вопрос, я тебе честно отвечу. На каждом этапе, присталкиваясь с тем, когда ты сталкиваешься, с каждым элементом системы государственной власти ты получаешь информацию о ненадлежащем исполнении тем или иным представителям органов государственной власти своих обязанностей. Ты не задаешь вопрос, ответ на который может дать только лицо, которое может настроить элементы государственной власти. Ты сейчас собираешь информацию и публикуешь, и ты рассказываешь о недостатках в работе элементов системы, системы государственной власти. Я правильно понимаю, нет? Да. Ну, ты мне задаешь вопрос, какой-то добьемся эффект, если наладкой органов государственной власти никто не будет заниматься, в том числе ты, я, другие граждане, все будет так и на том уровне и находиться? Нет, я считаю, что он будет намного хуже. Значит, будет намного хуже, потому что, получается, система, вот эти элементы, они идут в разнос, двигатель, и в конце концов двигатель останавливается. Мы сейчас и видим, много чего можно говорить, но результат-то в стране виден, страна умирает. Если страна думает, это умирает от тебя или от меня, то я сомневаюсь, страна умирает от того, что органы, элементы органов государственной власти не способны надлежащим образом исполнять возложенные на них обязанности. Мы же это видим с тобой. Мы сейчас находимся в самом начале, я для чего провожу консультации, я для чего провожу конференции, рассказываю уроки, разбираю действия каждого должностного лица. Я же для этого все делаю, правильно или нет? Если я не буду рассказывать, а у тебя, ну, предположим, опыта пока не хватает, у других людей опыта не хватает, знаний не хватает, ну, хорошо, я рассказываю. Я рассказываю для чего? Для того, чтобы опорофинить эти органы, элементы органов государственной власти? Да нет, я рассказываю для того, чтобы изменилась ситуация в нашей стране, чтобы мы с тобой пришли и не бегали, вот как ты сейчас, да, а мы разрешали вопросы. Разрешали вопросы в суде, в жилищной инспекции, в прокуратуре, в полиции, в следственном комитете. Все ведь по аналогии построили. Так, Антон, тут приехали люди. Что, занят будешь? Потом созвонимся. Давай попозже переговорим, потому что сейчас с людьми надо встретиться, переговорить, вопросы порешать. Добро, благодарствую. Ну, и рассказывать надо людям, рассказывать. Горожанам нужно рассказывать о недостатках в работе органов государственной власти, честно, откровенно, прямо, невзирая на лица. Мы ведь не против, не против, предположим, вот той же женщины, как она ее фамилия, но не имеет значения, и жилищной инспекции. Я не против Бурлутского как такового. Я против его действий безграмотных. Если он будет это грамотно все осуществлять, я буду только радоваться. Почему? Потому что грамотное осуществление действий будет приводить к нужному результату. Я так же себя веду, я Бурлутского видел несколько раз за последние три дня. Нормально, здравствуйте, здравствуйте. Все, у меня к нему агрессии вообще никакой нет. Так и у меня нет к нему агрессии. У меня неприятие его осуществления им вот этого судопроизводства. Вот что у меня неприятие. У меня и к другим. Если человек готов обсуждать эти вопросы, ну хотя бы даже, ну пусть у них там это начинает, гордыня начинает их там терепать. Ну вы хоть прислушайтесь, вы хоть начните изменяться-то, е-мое. Ну сколько можно позориться-то? Уже со стороны это видно. Все, Антон, давай, до встречи. Добро, благодарю. Всем привет, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро, благодарю за просмотр.